Масложировой союз России полагает, что экспортную пошлину на подсолнечное масло нужно снизить, заявил на конференции глава союза Михаил Мальцев. Согласно решению, принятому правительством РФ в апреле, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70% пошлина. Она взымается с разницей между базовой ценой 1 000 долларов за тонну и индикативной ценой средняя арифметическая рыночных цен за месяц, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента 50 долларов за одну тонну. Те меры, которые в прошлом году были приняты, трансформировались в рыночный механизм, намного более эффективный, чем рыночное регулирование, но пока недостаточно эффективный. В этих условиях единственный путь для государства с точки зрения эффективности для экономики и потребителя переход, наконец, к адресной поддержке. «Мы считаем, что если бы не отмена этой пошлины и переход на адресную поддержку, то хотя бы ее перевернуть в 70% на 30%, — сказал он». Мальцев напомнил, что в 2020 году российские аграрии получили рекордный урожай масличных в размере более 23 миллионов тонн. «При этом у нас начало сезона ознаменовалось тем, что все растениеводы просто сели на сырье и не продают его. У нас рекордный урожай и загрузка мощностей 90%, несмотря на то, что мы прирастали последние два года мощностями», — сказал он. В результате, по мнению Мальцева, отечественная АПК может столкнуться с перегрузом перерабатывающих мощностей и войти в следующий сезон с остатками продукции. «Такого не было на моей памяти никогда». Что это? «Адаптация к пошлине не совсем ровная или психологический слом, я не знаю». «Но на сегодняшний день пока развернуть этот тренд очень сложно», — отметил глава Союза. Мальцев добавил, что в связи с получением рекордного урожая масличных вырос и экспорт этой культуры — в 2021 году он может достичь $7 млрд против $5 млрд годом ранее. «Поэтому, я надеюсь, мы этот этап турбулентности пройдем, перейдем к более эффективному этапу в следующем году. Мы, невзирая ни на что, будем наращивать объемы производства масличных, которые у нас из года в год растут и которые мы в состоянии их переработать, продав на мировом рынке по хорошей цене», — заключил он. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова